Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я представляю Ваше внимание курс лекций по профессиональному обучению помощник бурильщика КРС. Ваш лектор Епихин Антон Владимирович. Лекция номер 9. Кислотные обработки при забойной зоне пласта. Кислотная обработка. Подача на забой скважины под определенным давлением растворов кислот. Растворы кислот под давлением проникают в имеющиеся в пласте мелкие поры и трещины и расширяют их в карбонатных коллекторах и очищают поровое пространство в тиригенах. Назначение. Обработка при забойной зоне скважин в период их усвоения или ввода в эксплуатацию. Обработка при забойной зоне скважин для повышения или интенсификации их производительности. Очистка фильтровой и при забойной зоне скважин от образования, обусловленных процессами добычи нефти. Очистка фильтров при забойной зоне скважин от образования, вызванных процессами ремонта скважин. Удаление образований на обсадных колоннах и в подземном оборудовании, обусловленных процессами эксплуатации скважин. Подготовка к другим методам воздействия на при забойную зону пласта. Классификация. По зонам воздействия. Для обработки стола скважины, кислотной ванны. Для увеличения продуктивности скважины, обработки при забойной зоне пласта добывающих скважин. Для выравнивания профиля приемистости, обработки при забойной зоне пласта нагнетательных скважин. Кислотная обработка осуществляется в следующие этапы. Анализ работы скважины. Проводятся исследовательские работы. Определяется техсостояние колонны. Отсутствие пластовых перетоков. Приемистость по интервалам. Затем производится подготовка скважины, очистка забоя, увеличение приемистости, проведение дополнительной перфорации, производство специальных отверстий и т.д. Производится спуск инструмента в зону пласта, под названием перо, этот называется инструмент. Подготовка реагентов, то есть третий этап, это проведение входного анализа, приготовление смесей проектной концентрации. Алгоритм. Для предотвращения смешивания кислотного раствора со скважиной пластовой жидкостью применяется буфер с добавками ПАВ. Для удаления карбонатных частиц и растворения карбонатных цементов в породы закачивается буфер 2, т.е. 6% раствор соляной кислоты. Закачивается затем кислотный раствор в объеме, равном объему призабоенной зоны. При закрытой трубной задвижке осуществляется продавка кислоты в пласт. Остатки вымываются обратной промывкой. После реакции производится вымыв продуктов реакции. Производится мероприятие по утилизации остатков кислоты и продуктов реакции. А затем осуществляется освоение скважины. Соляно-кислотная ванна. Соляно-кислотная ванна предназначена для очистки поверхности открытого забоя и стенок скважины от цементной и глинистой корок, продуктов коррозии, целевых отложений на поверхности НКТ, очистки забоя и интервалов, скрытия после ремонта работ и освобождения прихваченного оборудования. Аспекты. Это первый обязательный вид кислотного воздействия. Соляно-кислотная ванна может входить в комплекс обязательных подготовительных работ при проведении более сложных кислотных обработков. В случае наличия на забое битумных отложений, образовавшихся в результате применения буровых растворов на нефтяной основе, после обычной механической очистки следует промыть забой одним из растворителей – нефрасом, газовым бензином, средним дистиллятом и другими. Возможно, промыть их и горячая нефть. Задавление кислоты в класс не должно производиться. Растворенные загрязняющие материалы способны вновь выпасть в осадок. Перед производством соляно-кислотной ванны очистка от забойной пробки, если она обнаружена в результате отбивки забоя, и максимальное разрушение цементной корки в случае ее присутствия механическим путем. Объем кислотного раствора должен быть равен объему колонны открытого ствола от кровли, обрабатываемого интервала пласта до забоя. Рабочий кислотный раствор должен быть повышенной концентрацией. Скважины с открытым стволом следует обрабатывать кислотными растворами с концентрацией соляной кислоты до 20%, а обсаженные скважины раствором с концентрацией до 15%. Кислотный раствор должен в обязательном порядке содержать все необходимые добавки, антикоррозионные и ингибирующие. При наличии значительно глинистых корок допустимо использовать в кислотной ванне плавиковую кислоту с концентрацией от 1 до 3%. Необходимо обеспечить невозможность поступления в пласт продуктов реакции плавиковой кислоты с глинами. Плавиковая кислота реагирует жидкостью глушения на основе хлористого кальция и хлористого натрия. В результате применения этих жидкостей глушения воздействие плавиковой кислоты на глинистую корку будет минимальным. Кислотный раствор должен находиться только в интервале обработки. Поскольку для соляно-кислотных ванн используют достаточно концентрированный раствор кислоты с высокой плотностью, возможно оседание его скваженной жидкости, и если ее плотность ниже. Обработка производится с установкой пакетов. Время реакции. Из-за ограниченной реакционной площади контакта, равной площади внутренней поверхности колонны, в интервале установки кислотной ванны, реакция взаимодействия кислоты с отложениями происходит сравнительно медленно. Раствор кислоты выдерживается в интервале обработки в течение 12 часов, учетом наличия в кислоте ингибитора коррозии металла. Соляно-кислотная ванна предпочтительно полная нейтрализация кислотного состава после ее эксплуатации. Продукты реакции следует удалить однократной обработкой промышленной жидкости глушения с допуском НКТ до забоя скважины. Если объем осадка предполагается большим и кислота только разрыхлила отложения, для гарантированного отмыва в промышленную жидкость стоит добавить ПАФ. Химические реагенты ВАН. Ингибиторы. Вещества, снижающие коррозионное воздействие, обычно не более 1% от объема кислоты. Интенсификаторы. ПАФ. Поверхностно-активные вещества, снижающие в 5-20 раз поверхностное натяжение на границе нефтно-нейтрализованной кислоты. Гидрофильмизаторы. Облегчают фильтрацию кислоты в нефтенасыщенных пропластов и снижают проникновение ее в водонасыщенную часть пласта, что сдерживает интенсивную проработку водонасыщенных каналов и ускорение проникновения по ним воды к нефтяным скважинам. Стабилизаторы. Вещества, необходимые для удержания в растворенном состоянии некоторых продуктов реакции и соединения железа, присутствующих в соляной кислоте. Стабилизаторы существенно снижают скорость взаимодействия соляной кислоты с карбонатной составляющей пародой, благодаря чему увеличивают проникновение кислотных растворов в пласт. Глинокислотная обработка. Глинокислотой называется смесь соляной и плавиковой кислот, образовавшейся в туристой кремнии, реагируя с водой, образует по мере снижения кислотности раствора стадионообразный гель. Для предотвращения образования в поровом пространстве пласта геля кремниевой кислоты плавиковой кислоты применяется только в смеси с соляной. Концентрация соляной кислоты составляет 10-12%, а плавикой не выше 4%. Недопустимо подобной обработки в скважинах, заглушенных хлористым кальцием и хлористым натрием, потому что будет выпадать нерастоверимый осадок. Приготовление возможно с использованием бифторит-фторитаммония. При этом концентрация соляной кислоты принимается более высокой, так как часть ее расходится на разложение фторитаммония. Для получения глины кислоты, содержащей 4% плавиковой и 8% хлористой, следует взять раствор соляной кислоты 13%. И на каждый кубический метр такой кислоты необходимо издраивать 71 кг товарного бифторит-фторитаммония с обычным содержанием фтора 56% и кислотностью 23%. Перед проведением глино-кислотной обработки провести предварительное удаление карбонатного материала породы с небольшим объемом соляной кислоты. Заменить жидкость скважины на жидкость, не входящую в конфликт с плавиковой кислотой, либо предусмотреть использование буферного объема такой жидкости. При открытой затрубной задвижке произвести закачку на произвольной скорости приготовленной глино-кислоты в НКТ. По достижении кислотой башмака НКТ затрубную задвижку закрыть. Произвести продавку глино-кислоты с максимально возможной скоростью с целью увеличить глубину проникновения раствора. И из рассчитанных объемным путем 1,5 метра в глубину проникновения только 1,3 пути кислота проходит в активном состоянии. При закачке с максимальной скоростью контролировать давление в затрубном пространстве, скважины, не допуская его роста выше давления опрессовки колонны. Время ожидания реакции не предусматривается немедленно после закачки произвести продавку кислотного состава в большем объеме продавочной жидкости для нагнетательной скважины. Продавку продуктов реакции лучше осуществлять 1-2% раствором ПАВ в объеме, обеспечивающем удаление продуктов реакции из призабойной зоны пласта. Выдаленная зона пласта с расходом ПАВ должен составлять порядка 10-15 метров на метр кубической обработки. Циклическое воздействие. Из применения в качестве первого цикла небольшой объем соляной кислоты позволяет удалить из призабойной зоны пласта материал карбонатного типа. Затем производится повышение приемности скважин при опытных работах по циклической обработке достигается в 95% случаев. Обработка начинается на малой скорости закачки при максимальном давлении. До второго и третьего цикла скорости закачки должна быть максимально возможной. То есть как мы можем под схемой посмотреть сначала соляно-кислотная обработка, затем раствор ПАВ, затем глино-кислотная обработка, снова раствор ПАВ и снова глино-кислотная обработка. Направленная кислотная обработка. Первым циклом направленной кислотной обработки в случае малой приемности скважины, это делается вторым циклом, следует применять отклоняющий состав, в качестве которого может использоваться водонефтяная эмульсия, нефтекислотная эмульсия, раствор полимера в кислоте. Рецепторы эмульсии 30% нефти, 3% нефтяного и остальное все это вода. Объем эмульсии рассчитывается исходя из нормы расхода 0,5 куба на метр обработки. Отклоняющий состав применяется с целью блокировать традиционно принимающие интервалы и перенаправить кислоту в слабой проникционной пропластке. Комплексная обработка Состав зависит от минералогии обрабатываемого пласта и подбирается индивидуально для каждого из месторождений. Оптимальная последовательность обработки скважины выбранными кислотными составами и нефтяными растворителями. Выбор типа растворителя Асфальто-смолистые парафиновые отложения Наиболее активными являются растворители на основе концентратов и ароматических пулеронов. Комплексная обработка основана на принципе циклического воздействия различными композициями химических реагентов для удаления целой группы различных загрязняющих веществ из призовой зоны пласта. Цель закачки нефтяного растворителя Отчистка поверхности пор от нефти и асфальтенно-смолистых парафиновых отложений Облегчение доступа к кислотной композиции к ранее недоступным поверхностям Сплытие не произойдет только в том случае, если скорость движения растворителя вниз к пласту по колонии будет меньше скорости сплытия Приемность скважины должна быть не ниже 150 кубических метров в сутки Первым циклом производится соленокислотная обработка с вымывкой ее ПАФ Затем закачка нефраса глино-кислотной обработкой и вымывкой результатов реакции 3% раствором ПАФ И третьим циклом осуществляется глино-кислотная обработка, то есть также с последующим применением раствора ПАФ Пенокислотная обработка, но и наиболее глубокого проникновения соленой кислоты в пласт используется данный метод Скважину закачивает аэрированный раствор поверхностно-активных веществ в виде пены Преимущество Замедляется растворение карбонатного материала в кислотной пене, что способствует более глубокому проникновению активной кислоты в пласт В результате приобщается к длинированию удаленные освобожденные участки пласта, ранее не охваченные процессы фильтрации Малая плотность кислотных пен Их повышенная вязкость позволяет существенно увеличить охват воздействия кислоты всей закрытой продуктивной мощности пласта И улучшаются условия очистки призабойной зоны пласта от продуктов реакции Особенности Применение аэратора Устройство, в котором происходит активное перемешивание раствора кислоты с воздухом либо азотом и образование пены Степень аэрации или объем воздуха в кубических метрах на куб кислотного раствора обычно применяется в пределах 10-15 ПАФ или по-другому называется неанол для нагнетательных и сольфанол для добывающих скважин Должен применяться в концентрации от 0,5 до 1% В качестве кислотного агрегата и компрессора используют агрегаты насосного типа Либо цементровочные агрегаты Либо специальные агрегаты для кислотной обработки Предназначен для прогрева Вот такой вот агрегат, например, BJ344 Предназначен для прогрева и закачки жидкости пласт и оборудован компрессором с раздреваемым давлением до 70 атмосфер Алгоритм пенокислотной обработки Подача скважину при открытой трубной задвижке раствора кислоты заданной концентрации, содержащей ПАФ на небольшой скорости Затем подача воздуха азота, выводя компрессор на заданную производительность Объем закачанной композиции оценивают по объему вытесненной через затрубе жидкости Когда пена заполнит весь объем НКТ, затрубная задвижка закрывается Начинается продавка пенокислоты в пласт, ставшейся соляной кислотой и продавочной жидкостью Обработка добывающих скважин Обработка производится только в присутствии бригад КРС Перед проведением обработки скважина должна быть исследована, определена глубина повреждения пласта Предварительная промывка скважины Поскольку при работе добывающей скважины в ее стуале и на оборудовании возможно наличие отложений, несвойственных для нагнетательной скважины Необходима предварительная промывка кислотным составом В случае проведения кислотной обработки через загрязненную колонну труб Окаленные солевые отложения растворяются в первой порции кислоты, закачиваемую скважину при ее обработке и поступают с ней в пласт, загрязняя его Для предупреждения отрицательного влияния поверхностных отложений в НКТ Необходимо изучить объем отложения, рассчитать объем жертвенной порции кислоты Для каждой из месторождений объем по умолчанию берется от полдера до двух метров кубических И первым циклом скважина закачивает жертвенную пачку соляной кислоты с доведением до низа НКТ и последующим удалением обратной промывки Учет совместимости кислотного состава жидкостью глушения Плавиковая кислота, входящая в состав кислотных композиций, реагирует с растворами хлористого калия и хлористого натрия С образованием мелкодисперсного нерастворимого в воде остатка фторида калия или натрия При проведении глинокислотных обработок в скважине, заглушенных указанными растворами, произойдет следующее Плавиковая кислота встыкнет в реакцию и не дойдет до пласта в активном состоянии И ФЗП проник в мелкий калиматирующий материал Проведение глинокислотной обработки Возможно только в скважинах заполненных нефтью, пресной водой или раствором хлористого аммония Использовать неполное заполнение скважин указанными составами И небольшой по объему буфер закачиваем в головной части пачки глинокислоты Пачка простой соляной кислоты тоже может использоваться Учет времени реакции кислотных составов Добывающая скважина важна операция излечения продуктов реакции Возникает вопрос, через какое время производить излечение? По плану работы 8 часов Приемлемо для случаев установки кислотной ванны Из-за ограниченной площади контакта кислоты с поверхностью колонны В фористе реакционная площадь контакта кислота породы увеличивается в десятки раз И время реакции кислоты снижается до 1-2 часов При существующих пластовых температурах 60-90 градусов Глинокислотная композиция реагирует с породой в течение нескольких минут Ожидание реакции в данном случае приведет только к вреду Из-за возможного падения продуктов реакции из раствора При снижении его кислотности Учет необходимой глубины проникновения Расчет объема кислотной композиции Анализ геофизического материала с целью определения глубины проникновения фильтрата брового раствора И необходимой глубины обработки при запоненной зоне пласта Тогда в случае проникновения раствора кислоты за пределы поврежденной зоны Возможна эффективная очистка при запоненной зоне пласта На данный период времени применяемые объемы кислотной обработки недостаточно Часто ограничивается объем емкости кислотного агрегата Расчет объема кислотной композиции необходимо проводить с учетом мощности, пористости, необходимой глубины проникновения В результате отсутствия информации о глубине повреждения пласта Удельный объем кислотного раствора принимается равным 1,5 м3 на 1 м3 обрабатываемого интервала Необходимость отклонения кислотного состава Кислотный состав, будучи водным раствором, поступает именно в водонасыщенный промытый интервал пласта Увеличивает их проницаемость, что гарантирует увеличение обводненности продукции скважины В результате скважин, работающих с чистой нефтью, но скрывших неоднородные пропластки Кислотный состав проникает в пропластык наиболее проницаемый Способствуя быстрому продвижению фронта закачиваемой воды А где-то нескваживаем именно по этому пропластику Поиск оптимального метода извлечения продуктов реакции Основные проблемы с эффективностью кислотных обработок начинались с момента отмены компрессорного способа освоения скважин Применяемые на сегодня методы имеют рацию существующих недостатков Идеальный способ – это использование колтюбинга и разгазирование столба жидкости азотом Для инициации притока в скважину и выноса продукции скважины Данный способ хорош всем, но и не имеет широкого распространения из-за большой стоимости аренды оборудования и большой стоимости азота Коэффициент полезного действия метода слабирования крайне низок Использование гидрожилонки также следует к применению значительных затрат времени В случае невозможности использования специального устройства для извлечения продуктов реакции следует проводить пенокислотные обработки скважины Или использовать химически генерируемые пенные системы Алгоритм кислотной обработки Опустить колонну МКТ до уровня нижних отверстий перфорации Приготовить 2 кубических метра раствора 15% кислоты с добавлением 10 литров ингибитера При открытой затрубной задвижке закачать в МКТ кислотный раствор Продавить раствор кислоты жидкостью глушения в объеме МКТ Вытеснив его в затрубное пространство Отстоянная данная реакция не предусматривается Переобвязать насосный агрегат для закачки вместо трубной на затрубную задвижку Обратной промывкой в полуторакратном объеме МКТ вымыть продукт реакции Агрегаты, используемые для соляно-кислотной обработки Агрегат кислотной обработки при забойной зоне пласта АНЦ-3250 Предназначен для транспортирования и ингибирования соляной кислоты И нагнетания скважины технологической жидкости При кислотной обработке при забойной зоне скважины Агрегат предназначен для работы в умеренной и холодной макроклиматической зоне Цистерна-кислотовоз Предназначена для транспортирования раствора ингибированной кислоты С концентрацией до 21% И подачи ее на прием насосной установки при кислотных обработках ХЗП Меры безопасности Приготовление растворов и обработка скважины ядовитыми веществами Должны производиться в соответствии с инструкцией по обработке И разработанными корпоративными инструкциями Работы по приготовлению рабочих растворов кислот Рекомендуется производить в закрытых импокостях С использованием грузоподъемных механизмов Стоя с наветренной стороны группой рабочих не менее двух человек Работы по приготовлению и закачке рабочих растворов кислот Производить в резиновых фартухах, прорезинных перчатках и очках На рабочих местах необходимо иметь 3% раствор соды Запас пресной воды и комплект спецобей Дежды аварийного запаса При попадании кислоты на кожу либо в глаза Необходимо хорошо промыть пораженные участки с содовым раствором Затем большим количеством воды И необходимо обратиться к врачу Не допускать разлива химреагентов Попадание сыпучих ядовитых веществ на рельеф После закачки растворов кислоты в трубы Оборудование, бочки необходимо хорошо их промыть водой Остатки слить в специальную емкость Нейтрализовать известью и вывести в введенное место для утилизации Бочки также выводятся в место утилизации Коллеги, я благодарю вас за внимание Надеюсь, что лекция была для вас интересной и полезной И приглашаю вас посмотреть следующую лекцию данного курса Субтитры создавал DimaTorzok